Привет всем народ! И в этом видео я вам покажу, как зарабатывать в интернете. Вы говорите, что я вам не показываю конкретные шаги, вот сейчас я вам конкретно покажу, как я беру и зарабатываю в интернете, как я инвестирую, потому что люди спрашивают по поводу инвестиций. Сейчас я вам покажу, как конкретно брать и инвестировать. Особенно были вопросы по поводу Ripple. И сейчас я вам расскажу о криптовалюте Ripple. О книгах были вопросы, о везде они были вопросы. Вот люди говорят, хватит уже про эти книги, рассказывай там про торговлю, да. Я вам скажу так, что у меня не только канал по торговле, да, там именно по бинарным опционам. Нет, у меня канал конкретно по саморазвитию, по мотивации и по заработку в интернете. Если вы конкретно хотите смотреть торговлю, идите вон к Вильнюсу или по Петрейдеру. Вот там конкретно торговля. У меня немного другая концепция канала. Итак, погнали. Ну что, погнали инвестировать в Ripple. Смотрите, по поводу Ripple все спрашивали, как покупать Ripple, стоит ли в него вкладывать деньги. Я вам сейчас все расскажу. Смотрите, вот наша криптовалюта, вот наш Ripple. Свечи у нас по одному часу стоят. Вот, видите, он целый год шел раньше. По 20 центов была его цена. Потом цена немного выросла, да, с 70 до 80 центов. И теперь цена у нас, видите, 99 центов, почти доллар. Видите, здесь у нас идет затухание. Вот я нарисовал вам коридоры. Итак, по поводу инвестиций. Конкретно берем криптовалюту Ripple. Какие мои прогнозы? Я в нее инвестировал. И сейчас вам покажу, как конкретно, какие шаги сделать, чтобы закупиться этой криптовалютой. Я в нее инвестировал. И мой прогноз, что она в следующем году будет 2-3 доллара. Это банковская крипта. И я думаю, много банков ее будут брать на вооружение. И из этого курс пойдет вверх. Вот мои прогнозы. Вы хотите, можете инвестировать, можете нет. Люди говорят, покажи конкретные шаги. Что ты конкретно делаешь для того, чтобы заработать денег. Вот я вам конкретно показываю, что я делаю, чтобы заработать денег. Если вы хотите, следуйте за мной. Если не хотите, не следуйте. Потому что это риски. Криптовалюта это риски. Итак, смотрите. Чтобы закупиться криптовалютой Ripple, которая стоит 1 доллар, вам нужно создать кошелек GateHub. Ссылку на него я оставлю в описании. Вам нужно просто взять и зарегистрировать кошелек. Вот так вот выглядит кошелек Ripple. Вот здесь я храню Ripple. Также у меня немного есть на бирже. Смотрите. Вот сейчас у меня 8000 Ripple. Закупался я, смотрите. Вот еще 17 дней назад, когда он стоил там 20 центов. Дальше. Когда уже он стоил 70 центов, я его купил. И теперь он стоит доллар. Я еще буду немного ждать. Новогодняя коррекция пройдет. Потому что сейчас там биткоин падает. По поводу биткоина я тоже буду говорить. Началась паника. Кто-то, кто не умеет торговать, они его сливают и теряют на этом деньги. Итак, ну мы сегодня говорим о Ripple. Пройдет новогодняя коррекция, я думаю, и криптовалюта пойдет вверх. Вот этот кошелек. Вот. Вы просто зарегистрировали кошелек. Ссылку на него я оставлю в описании. После того, как вы его зарегистрировали, вот у вас есть вот этот вот адрес. Берете его, да, копируете. Все. На этот адрес вы будете покупать свою криптовалюту. Дальше, как я вам и говорил. Чтобы вы там не через всякие биржи не путались. Есть мониторинг обменников BestChangeRu. Что вы отдаете? Вы отдаете Сбербанк. Потому что у всех есть Сбербанк, Альфа-банк, Приват-банк. Вы отдаете Сбербанк и покупаете криптовалюту Ripple. Так, что только один обменник, да? Ну ничего страшного. Вот, заходите сюда. На этот сайт. Так, в 9 утра будут заявки. Вот, смотрите, минимальная сумма 16 тысяч долларов. Отдаете вы 16 тысяч рублей. Отдаете вы, например, 17 тысяч рублей. Вводите свою карточку, там, 41. Вот какая-то карточка, не знаю, наверное, моя карточка. 41, 2, 0, не знаю. Пишите имя. Вот сюда вставляете свой кошелек Ripple. И получаете 167 Ripple на 17 тысяч рублей. Там email, личные данные, обменять. Все. И купили криптовалюту. И она поступает вам на этот кошелек. Все. Вот здесь вот будет она. Транзакция поступит вам на кошелек. Вот и все. Взяли и купили Ripple. Непонятно, почему один обменник только, да? Вот, можете так все криптовалюты покупать. Вот, смотрите, уже Dash. Zcash добавили, Litecoin. Все так делаете. Через Альфа-банк можно купить. Тот же самый сайт, да? Через Приват-банк. Через Приват-банк вот другой сайт. Ну, принцип один и тот же, да? Вот, отдаете. Сколько здесь минимальный? Отдаете 10 тысяч гривен. Тысячу гривен. Покупаете 29 Ripple. Здесь, походу, с минималкой получше. Копируете кошелек. И на этот кошелек вам приходят деньги. Вот и все. Подождали там полчаса, час. И деньги поступили вам на кошелек. Вот и все. Закупились с криптой. Можете закупаться через биржу. Там такая же самая ситуация. Купили на бирже ее. И скинули на свой кошелек. Вот на этот вот сайт. Вот и все. Вот. И у меня сейчас на счету 8 тысяч Ripple. Я закупился этой криптовалютой. Люди спрашивали, инвестируешь ли ты в Ripple. Да, я инвестирую. Вот так вот я взял и закупился. И надеюсь на рост. А люди говорят, да, надеяться это такое себе. Знаете, она может упасть. Это все там рулетка. Блин, да думайте как хотите. Я не спорю, что она может упасть. Она может упасть в ноль, да? И вы потеряете все деньги. Вы должны для себя понимать, что всегда думать об обратной стороне. А что если эта криптовалюта упадет? Но если все делать с умом, на этом можно заработать. Я на этом заработал. Очень много на этом заработал. И абсолютно не жалею, что я выбрал такой путь. И буду дальше на этом зарабатывать. Конечно же, новички будут на этом терять деньги, потому что они не понимают, как инвестировать. Вот я вам сейчас говорю. На моем примере я инвестировал. Конечно же, не нужно тратить все деньги. Не нужно брать и вкладывать в это последние деньги. Так никто не делает. Нужно брать свободные деньги и инвестировать. Не брать кредиты в банки, ввалить последнюю криптовалюту. Вот из-за таких людей, то есть вот такие вот люди и теряют на криптовалюте. Дальше. Чем мы больше будем об этом говорить, чем больше людей будет покупать, тем она будет расти. Это понятно, да? А сейчас очень много людей интересуется криптовалютой. Все туда инвестируют. Очень много сейчас открывается там форумов, каналов, посвященных криптовалюте. И все занимаются инвестированием. То есть она набирает, набирает, набирает оборот. Чем больше людей туда инвестируют, тем, соответственно, она растет. Итак, с криптовалютой мы разобрались. Про Ripple я вам рассказал. Были такие интересные вопросы. Не то чтобы интересные вопросы. Очень-очень странные для меня вопросы. Потому что люди спрашивали о партнерских программах. Почему их нету? Почему люди не могут найти партнерские программы? Очень это для меня странно. Смотрите, есть такой сайт, называется Google. Пишите, партнерская. Сейчас, партнерка. AlimTrade, смотрите. Вот и все. Народ, смотрите, как все просто. Вот партнерская программа AlimTrade. Люди говорят, мы не можем найти. Как это ты так зарабатываешь? Вот партнерская программа. Вот какой доход. Вот преимущество. Здесь все рассказано. Берете стать партнером. И вы зарабатываете так, как я. Вот и все. Каждый может зарабатывать по партнерской программе. Это не какие-то особые условия для кого-то конкретно. Нет. Все могут зарегистрироваться. Все. Любые люди могут взять и зарегистрироваться в партнерской программе. Давайте другой. Партнерка. Бинома. Вот. Все. Вот партнерка Бинома. Это отдельные сайты. Берете регистрация. Получаете 70% прибыли от каждого привлеченного клиента. И зарабатываете на партнерке. Вот и все. Каждый это сможет делать. Берете, запускайте свой YouTube канал и зарабатывайте. Если вы, конечно, в этом понимаете. Как торговать. Партнерка. IQ. Ладно. Найдет что-то. Партнерка IQ Option. Конечно же найдет. Вот партнерка IQ Option. Блин, гуглом так просто пользоваться. А, кстати, сейчас зайдет. А, нет, не зайдет. Вот. Имя, фамилия, регистрация. Погнали. 170 стран, клиенты, партнеры. Регистрация. Рейтинг партнера. Вот смотрите, сколько ребята здесь рубят бабок. 670 тысяч долларов кто-то зарабатывает. Это за сколько? За 30 дней. Кто-то вам миллион зарабатывает на IQ Option. Поняли, ребята? Вот. Люди занимаются своим бизнесом. Кто вам мешает? Кто вам что-то запрещает? Пишите в гугле партнерская программа. Регистрируйтесь и зарабатывайте деньги. Кто хочет, тот делает. Теперь я еще хочу затронуть такую тему, как книги. Потому что были такие вот вопросы у людей, которые говорили, что книги это для тех, людей, у кого нет денег, это все херня. Вы с помощью этих книг ничего не заработаете, потому что люди продают книги для того, чтобы зарабатывать деньги. И я с этим полностью согласен. Люди продают свои книги, чтобы на этом заработать деньги. Я тоже хочу написать свою книгу по своему опыту. И тоже на ней заработать деньги. Это же всем понятно. Здесь никто ничего не скрывает. Кто умеет, тот и делает. Кто умеет писать книги, вот он пишет и продает. По поводу того, что все эти книги о деньгах, они не работают. Это просто развод. Я согласен. Для кого-то они не работают, для кого-то они работают. Если вы в это не будете верить, конечно же, эти книги не будут работать. Если вы не будете ничего выполнять, просто прочли книгу, конечно же, вы не станете богатым. Я очень хотел добиться успеха, я очень хотел разбогатеть, я очень впитывал всю информацию с этих книг. Я безумно верил этим книгам, я делал все условия, которые были в этих книгах, и я всего добился. И я вам скажу еще одно, что я разбогател, я добился успеха именно благодаря книгам. Именно благодаря книгам, не благодаря там Олимптрейду или Бинома или еще там кому-то, благодаря книгам, потому что у меня мышление поменялось, потому что я по-другому начал мыслить. Именно благодаря книгам. Вот книги меня научили, а когда у меня были знания, соответственно, уже потом пришли деньги. Вот, так что вы будете тоже правы. То, что книги это развод, да, это развод. Я скажу, что книги меня многому научили, я тоже буду прав. Есть очень много людей, которым эти книги очень помогли в жизни, и они тоже добились очень многих результатов. Конечно же, со ста человек по статистике, да, кто прочтет эту книгу, только там три человека будут богатыми, а другие просто забьют на эту книгу. Потому что такая статистика. Почему 90% людей богаты, а 10, то есть бедные, а 10% богаты, да, 10% богатеют, а 90% все беднеют. А люди будут говорить, а это просто везет, а им просто повезло. Народ, нельзя говорить, что кому-то просто повезло. Просто я читал комментарии, вот, что люди говорили, ты фартовый парень, тебе просто повезло. Ну, конечно же, мне просто повезло. А то, что я много трудился, то, что я много читал, то, что я не спал ночами, то, что у меня не было где жить, то, что я, блин, там плакал, переживал, это все ерунда. Мне просто повезло. Везет только сильнейшим. Везет только тому, кто этого хочет. Вот люди не знают, через что я прошел. То есть, нет, наоборот, люди знают, потому что это все есть у меня на канале. Когда у меня вообще не было денег, когда я сломал руку, когда мне вообще не хотелось работать. Мне даже тогда жить не хотелось. Не было где жить, не было где спать, ничего не было. Я начал абсолютно действовать по-другому. Я вот сейчас вам покажу специально. Перемотал свой канал в ту часть. Вот это вот видео, первое видео. Алимтрейд регистрация. Вот, видите, да? Вот здесь я жил в душевой. Там была раньше душевая, это в общежитии. И я еле выпросил комнату, потому что я ночевал у друзей, мне негде было спать. Меня потом спалили и хотели уже выгонять. И я был в нормальных связях с нашей комендой. Я позвонил, говорю, Наталья Зиновьевна, блин, пожалуйста, помогите, дайте мне где жить. Она говорит, нет, нигде не дам, вы там вечно бухаете. Я говорю, пожалуйста, вообще негде жить. И вот она выделила мне вот эту вот комнату. Чтобы вы понимали, в той комнате вот стояла одна кровать. Ну, там уже просто вот эти вот краны душевые. Они просто уже висели, там вот обои уже поклеили. То есть сдавали эту комнату рабочим. И там ничего не было. Была одна кровать с сеткой. Там я туда намотал одеяло, была подушка. И все. Ну, лето было, было очень жарко. И столик был. Не столик был, тумбочка была. И стул один был. Стул такой скотчем перемотан. И я сидел на подоконнике. Потому что там даже не было где сесть. Я вот левой рукой монтировал видео. Монтировал два дня. Потому что правую я руку сломал. А когда снимал видео, вот садился на кровать. Вот сейчас я вот здесь, видите, сижу на кровати. Ставил ноут на тумбочку. И снимал видео. Потому что я не хотел снимать с той обстановкой, которая в комнате. Вот такая вот была ситуация. И я, блин, помню этот момент. И не хочу туда возвращаться, когда было очень жестко. И вот с этих денег, которые... Я вам хотел рассказать эту историю. Я вам расскажу ее позже. Расскажу подробнее. Пришла страховка мне за сломанную руку. Я эту страховку вложил в Алимтрейд. Я уже рассказывал это. В каком видео я здесь рассказывал. Вот, развод Алимтрейд. Вот 100 тысяч просмотров. Я придумал одну схему. Вот эту вот схему я рассказал, короче, в этом видео. Посмотрите. Я придумал одну схему и начал потихоньку зарабатывать. Насобирал свои первые деньги. И потихонечку уже снял себе квартиру. И дальше, 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 потихоньку. Вот это у меня все пошло. То есть абсолютно начинал с нуля. С 4 тысяч гривен, можно сказать, заработал этот миллион. Вот такая вот ситуация. А люди будут говорить. Ну, мне просто повезло. Да, ему просто повезло. А нам вот почему-то не везет. Я очень много сил потратил на это. Очень много сил. Я очень много страдал. Вот люди этого не знают. А будут говорить, а ему просто повезло. Ладно, рассказал. Так что вот такая вот ситуация. Переставайте ныть. Переставайте всех винить в своих проблемах. Берите жизнь в свои руки и зарабатывайте деньги. Помните, вы всего добьетесь в свое время. Для этого нужно время. А чтобы это время побыстрее наступило, чтобы это время побыстрее к вам пришло, нужно поменять свое мышление. Нужно думать не так, как все. Нужно думать, как богатый человек. И все у вас обязательно получится. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк этому видео. Встретимся с вами в следующем видео. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.